Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И первая карта для вас на начало месяца – Туз Мечей. Постарайтесь в начале месяца июля не обрубить всё с плеча. Дайте себе возможности понять, в каких отношениях. Может, что-то нужно исправить. Но то, что вы не должны обрубить сразу с плеча в начале месяца – это однозначно. Даже от той работы, которую вы сейчас находите, у вас есть желание просто уйти. То здесь нужно всё-таки пока подумать. Давайте посмотрим следующую карту, что это касается у нас. Это Король Пентакли. Король Пентакли от того же говорит, так как женщины, так как мужчины, это про вашу стабильность, это про ваша работа. Это то, что когда у вас будет желание просто уйти. На этот месяц, июль, ничего, вначале не спешим уйти. Не ставить точки. Давайте посмотрим следующая карта в начале месяца. Это Пятёрка Жезла. Посмотрите, почему у вас будет желание уйти, потому что произойдутся какие-то конфликты. Если вы будете обращать внимание, это где-то может быть 5-го числа, 6-го числа. У вас может кто-то даже может быть специально вывести вас на эмоции. Может быть даже в отношении какие-то прояснения, какие-то ситуации специально для того, чтобы вас выставили в какой-то плохой ситуации. Здесь нужно всё-таки вначале сохранить, сохранить себя и не дать возможность человеку или людям конфликтовать с вами. Поэтому будет это желание, что у вас будет такая вот просто уйти от людей. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Для вас это карта Паш Кубков. Паш Кубков может, знаете, вот для того, чтобы вы себя наполнили, постарайтесь куда-то поехать, куда-то отдохнуть, куда-то дать себе возможность начать чего-то для себя. Может порадовать, может какой-то подарок для себя. Но дайте себе возможности вкладывать в себя. Не старайтесь всё по зуме, спешить что-то убрать. А вот дайте себе возможность, может ещё попробовать. Самое главное здесь, чтобы не входили в конфликт, а дайте возможности просто спокойно разговаривать. Давайте посмотрим следующая карта. Девятка мечей. Осознание. Мужчина и женщина, на середине у вас уже нужно понятие, осознание, чего вы хотите. Подать себе возможности, может быть даже дать себе возможности понять, что не такой же плохой человек, не такая же плохая работа. Ну а почему у меня желание всё-таки уйти? Здесь дайте возможности, можете вы сами себя провоцировать человека на конфликты, но сначала выслушайте, дайте возможности, это касается женщины. А потом берёте для себя, может быть, даже какое-то время, потому что здесь вот если те, которые будут входить в конфликты, тогда выяснение, потом могут сожалеть, потом могут болезненно пройти эту ситуацию на середине месяца. Это касается, может быть, женщин по поводу мужчин. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Смотрите, здесь могут быть какие-то искушения, это может быть выпивка, может быть, с того момента, когда будет такое состояние тяжело на душе, вы можете выпивать, и вот из-за этого, что вы будете выпивать, у вас будут какие-то иллюзии, фантазии, мечты, но вам этого не стоит сделать, потому что здесь может самим собой конфликтовать и себя винить за что-то. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это Туз Пентакли. Туз Пентакли даёт новые вложения. Ваша изобилие, ваша работа, ваши финансы. Но то, что у вас идёт в конце месяца какая-то, может, крупная сумма для вас будет это. Может быть, это для некоторых касается даже вашей здоровья, то, что вы обращали внимание, постараясь не пить. Мужчина, постарайтесь это осознать, потому что здесь может отразиться на вашу здоровье. Но для некоторых это может быть то, что по поводу вашей работы и финансы. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Карта силы. Научитесь успокоить того зверя, который внутри вас. Если вы сможете под конец месяца не реагировать на каждый конфликт, на каждую какая-то ситуация, то вы становитесь мудрее, вы становитесь, наоборот, сильнее. Потому что высшие силы будут оберегать вас на протяжении всего месяца. Они будут с вами рядом, если вы сможете пройти эту ситуацию. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют вам. Рыцарь жезла. Бороться. Бороться и ещё раз бороться. Не отпускайте руки. Даже если что-то не получается, даже если что-то вы не можете пока в июле месяце достигать, вы не должны расстраиваться. Если вы понимаете, что в жизни бывают и взлёты, и падения, то вы должны всё-таки бороться. В жизни бывают какие-то уроки для того, чтобы мы научились здесь бороться. Вот именно убрать вот эти ваши фантазии, а всё-таки жить вот то, что происходит в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. И для того, чтобы не пропускать новые видео,